приветствую вас дорогие зрители сегодня мы рассмотрим фрагмент занятия по корректировке топ спина справа определим возникшие ошибки разберем как их можно исправить и какие подводящие упражнения нам в этом помогут меня зовут иван товмачок и это канал о настольном теннисе здесь вы найдете много полезной информации чтобы улучшить свою игру прежде чем продолжить просмотр поставьте лайк и колокольчик мы начинаем сегодня мы разберем тренировку с моим воспитанником егором он уже не новичок занимается почти год и что-то попадает у егора стабильный топ спин справа но есть существенные огрехи в технике которые снижают качество удара в данном видео если внимательно присмотреться можно увидеть следующий ошибки 1 замах и удар рукой 2 удар плечом 3 подъем плеча сильно вверх 4 отсутствие работы корпуса 5 отсутствие фиксации паузы перед ударом 6 игра по касательной и в бок 7 не дорабатывают ноги в начале мы создаем понимание как должен быть выполнен элемент я объясняю само движение а самое главное стараясь воссоздать мышечные ощущения которые должны быть в ударе как разворачивается таз в какой момент стартует корпус когда необходимо включать предплечье потом мы это все расчленяем и начинаем шлифовать по отдельности последующем соединяя все в одно целое первое с чего мы начинаем это направление удара самое интересное что на каждом этапе у ребенка да и у взрослого при правильно выстроенной постановки удара есть определенные тонкости которыми либо пренебрегают либо просто упускают из виду в начале необходимо научиться вращать этот этап более-менее все осваивают второй этап на котором сейчас мои ребята это создание давления в ударах то есть это сочетание топ спина и наката это так называемый топс удар только на минималках не на вылет а именно хороший топ спин с давлением такой плотный потом уже будет третий этап и так далее о них рассказывать не буду почему именно так а не через вращение когда мы играли целвойным мячом этого было достаточно можно было крутить и выигрывать сделал цикл так называемый навесной топс и пошел отдыхать новым мячом если играть через вращение бесплотности мяч приходит достаточно легкий для контратаки поэтому по пластику начали давить больше вперед чтобы была хорошая скорость траектория мяча низкая и прямая дуга стала минимальная ведь если мяч полетит высоко это будет замедленный мяч и удобный для ответного обострения это в свою очередь существенно повлияло на технику так как у егора все удары идут через сильное вращение но скорости там нет и причина в том что он играет по касательной кверху что мы делаем чтобы исправить эту ошибку во первых ставим более открытый угол ракетки около 45 градусов этот угол позволяет надавить и закрутить мяч второе мы движение делаем снизу не вверх как делали на начальном этапе когда учились вращать а снизу вперед в сетку у егора сразу возникает вопрос как здесь закрутится мяч и не полетит ли он в сетку теперь давайте включим с вами логику во первых мы начинаем ускорение чуть снизу мяча и сгибаем предплечье оно имеет в любом случае хоть немного кверху второй момент мы играем мяч в высшей точке отскока мяча и если он перелетел сетку то вероятность что он на нашей половине окажется ниже сетки минимально и нет необходимости его вести кверху во время контакта с направлением энергии углом ракетки и точкой удара мы разобрались теперь нам необходимо перестать дергать мяч одним плечом который из-за этого постоянно взлетает вверх по этой причине болтается локоть и возникает много ошибок связанных с обработкой мяча от этого мы либо посылаем слишком высокие топ спины либо вообще делаем серию и потом играем мимо мяча чтобы это исправить помогает одно из подводящих упражнений гимнастической палкой мы берем палку за один конец не игровой руки и кладем на сгиб локтевого сустава игровой и как бы придавливаем начинаем делать имитацию что дает это упражнение во первых мы блокируем движение плеча кверху второе мы разрабатываем предплечье мы начинаем чувствовать как она сгибается плюс появляется ощущение опоры это когда ось плечевая кость или для простого обозначения локоть находится в неподвижном зафиксированном но не напряженном положении после того как мы разобрались с рукой что как стоит и что куда двигается добавляем корпус корпус должен поворачиваться вперед внутрь по направлению удара у многих любителей работа корпуса выглядит как у неваляшки просто встают и качаются из стороны в сторону от этого также взлетает в локоть и получаются перекосы центра тяжести и много других грубых ошибок мы с егором разбираем за счет чего происходит работа в корне неправильно играть за счет поворота плечевого пояса этим вы создаете перекос между руками и ногами это можно использовать как визуальный ориентир но не физически корпус передает энергию от ног особенно это важно при топ спина игра корпусом начинается от разворота бедра и подключения косых мышц живота вы как бы одновременно поворачиваетесь в тазе в этот момент начинаете давить правым бедром вперед затем включаются косые мышцы живота в этот момент начинается перенос в левую ногу с одновременным давлением правой половины туловища внутрь вперед по ощущениям вы как будто бьете всей своей правой половиной тело это чувство ни с чем не перепутаешь и мяч начинает лететь значительно плотнее думаю вы наблюдали как играют мастера спорта особенно игроки сборной обычно когда заходишь в зал ты их можешь не видеть но точно услышишь по жестким ударам иногда по стонам о них расскажу в выпусках дыхание когда егор почувствовал корпус мы начали делать имитацию чтобы убедиться в правильности движения но отсюда появилась новая ошибка которую стало отчетливо видно егор делает сильный быстрых замах рукой и замедляет ее на ударе при этом отсутствует фиксация в каждой из фаз мы обращаем внимание что замах надо укоротить а ускорение вперед должно быть больше чем назад назад мы замахиваемся быстро но плавно останавливая руку перед ударом так у вас появляется время перед тем как мяч окажется в высшей точке и вы сможете сделать удар этот момент и есть пауза в настольном теннисе по ощущениям как будто время на момент удара останавливается вы взрываетесь на мяче и игра продолжается если это видео наберет 2000 лайков я сниму ролик о таком феномене в настольном теннисе как пауза что это и как играть на паузе мы укоротили замах добавили четкости теперь переходим к ногам эта деталь отслеживается у большей части любителей и что самое интересное у профессионалов егор в данном случае якобы работает ногами что здесь не так в момент удара нога вроде шевелится но если внимательно присмотреться энергия не идет вперед и он крутится на носке переходя в пятку и как бы крутится на пятки и энергия от удара частично проваливается назад я егору показываю его ошибку затем показываю что вес тела должен дойти в левую ногу расскажу вам про одну интересную деталь когда вы переносите вес тела в переднюю ногу вы еще должны в нее как бы подсесть тогда вы останетесь в игровой стойке если это не делать вы будете подниматься к верху что вернет нас к самому началу мы ногами также должны создать направление вперед на стол немного падая на него тем самым передаваясь всю мощь удар этими тонкостями со мной в свое время поделились азиатские коллеги и в наше время уже доступны каждому обывателю земного шара пользуйтесь с умом будьте аккуратны и берегите свои суставы после этого мы все с егором соединили направление удара стала больше вперед мяч полетел быстрее но к сожалению до конца это все исправить не удалось да и очень редко это можно сделать сразу особенно на этапе становления техники думаю через два-три месяца сможем вам показать результаты нашей работы на сегодня это все обязательно ставьте лайки делитесь видео и подписывайтесь на канал с вами был Иван Толмачев до встречи Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...